Внимание! Находимся в гостях Удольфа Израевича Фукса. Пришел, наконец, гость к нам Николай Николаевич Браун, который друзья вместе с Фуксом, не знаю сколько, 60 лет, я даже не знаю сколько лет. Мы собрались, просто Николай Николаевич не знает по какому поводу, собрались по поводу Коли Васина. Я бы хотел предоставить слово именно Николаю Николаевичу, а вот Рудик представит нам сейчас Николаю Николаевичу, чтобы кто не знает, чтобы узнали, да. Рудик, скажите, пожалуйста, два слова. Что представлять? Николая Николаевича Брауна представь. Представлять не надо, его, слава Богу, все знают. Это тебе кажется так, тебе кажется так. На камеру. Скажи, скажи. Николай Николаевич Браун, мой старый друг, посетил, наконец, своим присутствием своего соседа, так сказать, я уже по-другому не могу, великого человека, который, можно сказать, давно позабыт. Он посетил вас. Наверное, речь идет о каких-то... Вы его знают никогда не забыли. Речь идет, наверное, о каких-то двух неделях. Вы действительно в последний раз... В последний раз ты обещал быть месяцом назад. Да, и сговорились, что мы встретимся в скором времени. Ну, две недели – это не такой продолжительный срок, хотя при теперешнем вихре событий и таком перехлёсте, возможно, многих противоречий в нашей жизни кажется, что прошло значительно больше времени. Вообще, когда мы не видимся какое-то не очень большое время, мне действительно кажется, что нам нужно видеться чаще. Это правда. Рудольф прав. Ну вот, сегодня, конечно, провожают такого замечательного друга многих, о котором я знал, но мы никогда лично не встречались. То есть, хочу только по поводу нашей встречи сказать, что события у нас – это не только юбилейные и траурные. У нас мы в нашем времени уже отмечаем одно столетие за другим. То есть, вот мы отметили столетие начала ледяного похода и белого движения, столетие... Красного, где ура. В наших кругах. Красный террор. Самостоятельного ума, так сказать, людей. Вот этих, в здоровом смысле, в национальных движениях. В здоровом смысле. Вот. Значит, ещё. У нас было нередовое событие. День преступного декрета о красном терроре. Это 5 сентября 2018 года. Абсолютно верно. Где впервые содержится, исторически, формулировка о создании концентрационных лагерей для изоляции классовых врагов. Раньше, чем Германия. Такая формулировка, да. Ну, и кроме того, позиция такая. Беспощадно расстреливать всех, кто является противниками возникшего вот впервые в мире такого социалистического строя. Это своими словами, хотя многие формулировки из этих декретов и приказов я знаю наизусть. Но, конечно, авторами этого декрета были Свердлов, Троцкий, Ленин, Калинин, не удивляйтесь. И еще очень важный для того времени функционер по фамилии Горбунов. И еще секретарь всего этого Фотиева. Эти декреты публиковались в газетах, но газеты в советское время не выдавались. Поэтому мне для того, чтобы переписать этот декрет, можно было пойти в публичную библиотеку с каким-нибудь профессором, доктором наук, который бы, заполнив соответствующий фольмурар и сославшись на свою научную работу, мог бы запросить эту газету 18-го года. Сегодня это звучит смешно и даже трагикомично, но тогда так было. Но я поступил иначе. Я пошел в музей политической истории, который тогда назывался музеем Октябрьской революции. И попросил декреты советской власти за 18-й год. Там мне невероятно обрадовались, потому что эти декреты, конечно, никого из молодых людей не интересовали. Мне даже, по-моему, предложили чаю. А я переписал то, что меня интересовало, простым карандашом на бумаге. И вот эти формулировки там содержались. Поэтому я хорошо помню и все эти подписи. А потом, буквально в течение нескольких дней, это было уже названо указом о красном терроре. Вот это 18-й год. А 19-й – это указ Свердлова о расказачивании и так далее, и так далее. Рассвещенивании, раскрестьянивании. Мне просто нельзя не вспомнить о том, что вообще началось все с 12 ноября 1917 года. То есть еще один год раньше. А это был декрет номер 31 об упразднении всех сословий гражданских чинов и всех российских законов. Это три четверти страницы на машинке. А то, о чем я говорю, подписи те же, то, о чем я говорю, это буквально две трети страницы на машинке. Вот так брали власть, так приватизировали возможности, так в конечном итоге все сословия Российской империи, отмененные, стали уже лишними. И тогда уже можно было, собственно, людей рассматривать только как какую-то массу или народонаселение, или просто какой-то рабочий материал, как вот порошок в Керексе сегодня. Вот тогда это был просто расходный материал. Вот люди, которые воевали в Первую мировую войну, которые были вообще большими патриотами своей страны. Вот так. Вот их ждала такая страшная судьба. Начиная с Соловков, где начался ГУЛАГ, и потом дальше ГУЛАГ распространился на всю страну. И представьте себе, что то место на Урале, где я находился, это 36-я зона Пермской области, Чусовского района, поселок Кучино, в частности один из этих поселков, трех. Это был филиал Соловков. Представьте себе, умудриться быть этапированным, я так потом об этом уже узнал и задумался. В 1972 году, этапированный мы из Мордовии, в ту местность, которая являлась просто распространением островного архипелага на сушу, потому что нужны были уже ископаемые, нужен был лес и так далее. Но кто же авторы этого всего? Авторы те же самые вожди, приказ которых на машинке сработал таким образом. Еще был один приказ. Можно просто удивиться, как берется власть. Пускай это было подготовлено, пускай были разного рода схемы, программы и так далее. Но когда было полное безвластие, и временного правительства не стало, Петросовет на машинке напечатал приказ номер один, кому подчиняться. Нам, Петросовету, и армия поняла, что главнокомандующий – это Петросовет, а это все те же самые лица. Казалось бы, это может быть равносильным анекдоту, но тем не менее, это наша родная российская, российская, еще тогда в то время, история. За Россию, конечно! За Россию! За Россию! За Россию, никогда! За Россию! Николай Ильич, последнее стихотворение про нетленина! За Россию! Николай Николаевич, стихотворение про нетленина просим вас! Про нетленина! Ну, сейчас выпьем, что вы хотите? Коль, Николай Николаевич, про нетленина прошу стихотворение! Про нетленина! Я очень прошу, да! Мне очень понравилось, когда мы с Рудиком были в Англитере, тебя попросили, прочитал это стихотворение. Это Коля Васин, это связка с Колей Васином. Проник Ленина. Твое стихотворение Проник Ленина. Извините, вопрос один. Сейчас я приду. Гарбунов, это тот, который потом стал наркомом авиационной промышленности? Видимо, это. Видимо, это самое. Николай, Проник Ленина, прошу, да, стихотворение. Ребят, тишина. Тишина. Ко мне Александр, который, я глубоко уважаю, обратился с такой просьбой. Значит, ему видней, что сейчас можно прочесть. Ему видней, как режиссеру, как другу. Я понимаю, что, может быть, ему хочется это услышать, но он в данном случае говорит, как режиссеру, я понимаю. Я хочу это услышать. И многие хотят услышать. Стихотворение называется необычно. Этого еще никто не сказал. Большими буквами Тленин. Это было написано 6 сентября 1974 года в тогдашнем СССР. На Урале, в той пермской зоне, в которой теперь находится музей Пермь-36, куда я ездил открывать фестиваль авторской гражданской песни с таким названием, которое произошло оттуда же, из этой места, пилорамо. Вот. Значит, это было написано вот там. Тогда, в 1974. Тленин. Его как будто почва не взяла. Земли родной стихия оттолкнула. А крематория огонь не сжег дотла. Лишь воздух вздрогнул душ погибших гулом. Пахнула адским смрадом по Москве. И патриарх сказал. Что ж, по мощам и мира. И власть делили в партии вдове. И толпы шли в мороз за гробом сиро. Но не спасла бальзамовая смесь попытку подражания фараонам. И вот, как трупный яд лежит он здесь. Храним для заражения миллионов. Он, тленин, стал трибуной для вождей. Но грянет день. Со звоном колокольным снесут. Как капище безбожья. Мавзолей. И площадь осветят. Первопрестольный. Браво! Вы знаете, я могу только... Это тогда уже, знаете, специальная тема. Это тема о моей фонотеке голосов поэтов и писателей. И если уже мне что читать и включить... Свет, да, все работает. Свой волшебный фонарь. Режиссер. Уже все работает, да. Значит, я уже тогда прочту другую вещь, которая касается той же самой темы. Но, как вы знаете, у нас придумали такую идею бессмертного марша. Но это идея, которая была еще и у норвежцев, и у шведов. У них там просто считалось, что вот в какой-то день эти вот, значит, погибшие как герои на фронтах, в какой-то день они встают и маршируют. Кстати, в другом варианте, когда святые маршируют, это имеется в виду... Одни святые вот своими святыми подвигами, а другие своими воинскими подвигами. А я понял, что нам не достает другого. И поэтому хочу прочесть вот это стихотворение. Сейчас, 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 давайте покажем. Вот он, за мной тюфер. Давай, Миша. Это стихотворение имеет своеобразный ритм, потому что это песня «Марш». Она называется «Иду на марш, бессмертный политзак». Это то, что было написано мной в 1917-2017 годах. Конечно, это 2017-й год, который в это столетие меня поставил перед этим вопросом. Мы слишком дорогой, фантастической и необъяснимо растратной ценой платим за все, что у нас происходит. И ведь все те, которые были тогда казненными, лишенными всех прав и состояний, все те, которые встали на путь борьбы, были людьми очень разными. Мы у нас в России должны учиться очень трудному, сложнейшему искусству, понимать друг друга и правильно строить эти дистанции взаимоотношений друг с другом, чтобы нас ничего не сбивало. И причем этот неписанный закон, восприятие друг друга людьми, он не должен нарушаться никакими криминалами, никакими беспределами. Он должен оставаться как абсолютно неизменяемая единица, как вот эта константа национального общения страны, государственности, национального общения друг с другом, потому что мы многонациональная Россия. Мы не просто Россия, мы наследники Российской империи со всем этим многоцветием, со всеми религиями, расами, с разными этносами, с разным мировосприятием. И каким-то особым случаем объединения вот под этим скипетром, конечно, так сказать, с небесными вот этими ноосферами Вернацкого и с тем, что называется, абсолютом. Если бы этого не было, мы бы никогда не были вообще единым государством. У нас никогда бы не сложилось никакой нации. Но мы это знаем на примере историческом других империй. А у нас в России вот сложилось так. И те люди, которые в 17-м году были лишены всего, решили продолжать традиции. Традиции какие? Российской империи. Вот такие же святые традиции, воинские традиции, о которых я упомянул. И вот это стихотворение, собственно, песня «Марш» посвящается мною не просто жертвам ГУЛАГа, не просто погибшим безымянным, и даже не просто пострадавшим в результате террора, в результате какого-то приказа из Москвы сверху столько-то расстрелять, а стольких-то к стенке. Нет. Вот мое посвящение. Посвящается героям борьбы за Россию против коммунистической диктатуры, казненным в тюрьмах, убитым при восстаниях в политлагерях, похороненным на безымянных кладбищах с несломленным высоким духом, кому вера и честь были дороже жизни. Иду на марш бессмертный политзек. Идут с живыми мертвых миллионы, которых создал СССР в свой век. Идут бессмертных призраков колонны от Соловков, где начался ГУЛАГ, указом в ЦИК о терроре красном. На марше здесь поп, офицер, казак и дворянин с их участью ужасной. За ними, как из лагерных ворот, вздымая пыль, хоть верьте, хоть не верьте, за Комордовии, за взводом взвод, шагают, встав из рвов долины смерти. Кто восставали в зонах Воркуты, Караганды, Норильска и в Кенгире, края покинув вечной мерзлоты, идут бессмертным маршем в смертном мире. Как будто выйдя из полярной тьмы в бушлатах сотнями сроков потертых ЗК из Магадана. Скалы мы идут с причалов Ванинского порта, идут все те, кто назван был врагом, те, кто не стал рабом безбожной скверны, ВКПБ, КПСС рабом, холопом мирового комментарна. Кавказ, Прибалтика, на марше здесь, шеренги всенародных депортаций, и те, кто испытал безбожья месть, под пытками не пожелали сдаться из тысяч рвов, где вовсе кладбищ нет, в спецовках ветких, в полосатых ровах на марш явился Заковский тот свет, кому не полагалось, даже гроба на площадь Красную в день пятый сентября раз в год приходят мертвецы живые, где гроб вождя на голове царя стал символом победы над Ростивей, где звезды кумачевых лет орлов взамен лишь флаг трехцветный в радость политзекам, как пепел урн внутри кремлевских стен во лжи сокрыты преступления века, ведь не покается ЧК вовек, ни в жертвых пыток, ни в голодоморах марш вдоль Кремля бессмертный политзак не сдавшихся режиму непоперных вот, вот так, да Битлз Николай